Такая мера, по словам главы города Уварова Владислава Денисова, направлена на решение проблем по реализации сразу нескольких программ развития города, улучшения демографической ситуации, привлечения соотечественников из-за рубежа, обеспечения кадрами общеобразовательных и спортивных школ больницы. Однако, прежде чем квартиры, находящиеся в муниципальном жилом фонде, предлагать привлекаемым специалистам, жилье было необходимо отремонтировать. Первоначально было решено подготовить две квартиры. На данный момент ремонтные работы в них полностью окончены. Комнаты с новыми окнами, дверями, обоями, сантехникой готовы для принятия жильцов. Данные квартиры предназначаются в качестве служебного жилья, для того, чтобы нам привлечь молодых специалистов и специалистов профессии, которые требуются городу. Учителя, тренеры, врачи. Самое главное, хочется отметить, что данные средства были потрачены в минимальном размере, так как были закуплены только материалы, а работы были произведены за счет средств муниципального учреждения «Центральная бухгалтерия», что позволило нам значительно снизить затраты. 225 тысяч рублей было потрачено на закупку стройматериалов для капитального ремонта одной двухкомнатной квартиры в многоэтажках города. Глава города Уваро подчеркнул, что разумный подход, экономное расходование бюджетных средств и наведение порядка в муниципальном жилом фонде – вот основные принципы в организации данной работы. Старт хороший, отметил Владислав Денисов. В ближайшее время еще три квартиры из резервных запасов муниципального жилья будут отремонтированы. А результат многообещающий. Привлечение молодых специалистов на территорию нашего города, услуги которых так востребованы в спорте, образовании и медицине. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова